Девушки отдыхают Литва оказалась в первой пятерке стран Евросоюза по величине расходов на продукты питания. У нас этот показатель – пятая часть всех расходов, тогда как в успешных Германии или Ирландии жители не тратят на еду больше 10% своих доходов. Председатель одного из многоквартирных домов по Невежиси за собранные жильцов деньги оборудовал в подвальном помещении настоящее бомбоубежище, в которое не только помещаются все жильцы, но запланированный душ с санузлом и даже небольшая банька. На фоне того, как вопрос многомиллиардной финансовой помощи Украине со стороны США окончательно увяз в баталиях американских сенаторов, Киев и другие города сегодня подверглись новому массированному ракетному обстрелу и гибели в том числе гражданских лиц. Мошенники в интернете не сбавляют обороты и в прошлом году выманили у населения суммарно 12 миллионов евро. Схемы становятся все более изощренными, а внимание привлекают с помощью известных личностей, которые якобы разбогатели, ничего не делая. На Кушской косе оборудуют новое место для швартовки яхт, а в НИДе уже внедряют новую систему оплаты через специальное приложение. Все как при парковке автомобиля. Если эксперимент окажется успешным, то его распространят на другие города с водоемами. Литва входит в пятерку стран Европейского Союза, где расходы на питание составляют наибольшую долю от общих расходов в месяц. В Литве этот показатель достигает одной пятой, в то время как, например, в Ирландии на продукты питания приходится лишь одна десятая часть всех расходов. По данным экономистов, семья с четырех человек в Литве ежемесячно на еду тратит примерно 600 евро. Много тратите в месяц на продукты? Много. А считали когда-нибудь? Нет, не подсчитывал. Около сотни евро. Столько, чтобы не быть голодным. В день по 10-12 евро. Мы делаем 4-5 покупок в месяц, каждую неделю. А сегодня такой нестандартный день. 140-150 евро. Даже больше. Даже не считаю. Страшно. Лучше не знать. 500 – так точно. Жители Литвы ежемесячно тратят на еду разные суммы. Но, согласно статистике, в настоящее время на продукты питания приходится примерно пятая часть всех расходов. Семья из четырех человек. Двое взрослых, двое детей. 600 евро в месяц пойдут на питание. Если сравнить Литву с другими странами Евросоюза, то увидим, что в среднем человек тратит пятую часть своих доходов на еду. А это пятый показатель в ЕС. На Румынию приходится самая большая доля расходов на продукты питания в ЕС. Почти треть. Далее следует Словакия, Латвия и Болгария. А за ними – Литва. Самая низкая доля расходов на питание приходится на Ирландию. Всего десятая часть. Аналогичная ситуация в Люксембурге, Австрии и Германии, где зарплаты намного выше, чем в Литве. В долгосрочной перспективе ситуация определенно улучшается. Например, в 2004 году, когда Литва только вступила в Евросоюз, человек тратил на еду более четверти своих доходов. А сейчас около 20%. Но проблема в том, что за последние 7-8 лет ситуация практически не изменилась. Хотя зарплаты по статистике очень сильно выросли. Нам говорят, что цены на продукты питания уже достигли среднего уровня по Евросоюзу, среднего уровня по Германии. Но в Германии 11%. Грубо говоря, в два раза меньше, чем у нас. Мы живем, чтобы есть. Трудно предсказать, как изменятся цены на продукты питания в этом году, поскольку ожидается, что в этом году зарплаты будут расти быстрее, чем цены. Покупательная способность населения должна увеличиться. Если люди будут готовы тратить деньги, у торговцев не будет причин снижать цены на продукты. Однако, по мнению экономистов, цены на продукты питания в Литве слишком высокие. И они могли бы понизиться. Председатель многоэтажки в Паневежисе придумал, как с минимальными затратами обезопасить жильцов в случае войны. Мужчина убрал мусор из общего подвала, вычистил паутину и оборудовал убежище на деньги, которые собрали сами жители дома. Здесь есть не только специально приготовленные лежаки и телевизор, но и место для душа и даже бани. Так, уютно устроившись на диване, песни завозят соседки. Им аккомпанируют и молодые певцы. И слова песен льются в подвале многоэтажки. А вернее, в бомбоубежище, которое здесь оборудовали. О том, что это не просто уютная комнатка под землей, а именно укрытие, говорят специально сколоченные двухъярусные лежаки. В помещении тепло, есть даже телевизор. Мы будем поддерживать чистоту и порядок. Здесь много мест для сна, для детей наверху и взрослых внизу, много спального места и снизу. Но мы будем надеяться, что все это не понадобится. Превратить заброшенный, заросший паутиной и заваленный мусором подвал в укромное место – идея председателя дома. Нас вынуждает сама ситуация. Это наш протест против того извращенца, который убивает и крадет детей. Если шведы уже копают и готовятся, то что остается делать нам? В этом доме почти 50 квартир, так что при необходимости в просторном подвале поместились бы все желающие. Угрызться здесь могут и жители соседнего дома. При необходимости здесь могут лечь два человека. Этот дом был построен во время Холодной войны. Он был спроектирован на случай ядерной войны. Стены здесь очень толстые, подвалы очень глубокие. Мы хорошо защищены, если не будет прямого попадания. Безопасное укрытие мастера оборудовали на средства, которые собрали сами жильцы. Не все поддержали эту идею. Говорили, да зачем нам это, здесь же не будет войны. И зачем нам страховаться от войны, которой может и не быть. Председатель подсчитывает, что затраты на убежище в подвале составят около 10 тысяч евро. В эту сумму войдет и работа мастеров. Надо будет оборудовать туалет и душ обязательно, ведь может придется остаться тут на 2-3 дня. Планируем сделать мини-кухню. Люди смогут пройти сюда из квартир, через коридоры. Они продезинфицированы, покрашены по всему дому. Не нужно даже выходить на улицу. Особенно этому рады пожилые люди. Здесь же в подвале припасена и провизия на случай дня икс. Закусок полно, от голода не умрем, если что. Всё же жильцы надеются, что худший сценарий не сбудется. И не сомневаются, что благоустроенный подвал сослужит и для других целей. Если будет какая-нибудь годовщина, можно снести сюда столы, составить их вместе и, пожалуйста, веселитесь. В планах поэтические вечера, вечера песен. А председатель дома рассказывает, что отведено даже место для небольшой баньки. Если приходишь во фраке, то увидим, что на концерт. Если в халате, то в баню. Теперь всё ещё долгими и зябкими зимними вечерами сюда можно спуститься, чтобы помузицировать или поиграть в игры. План Джо Байдена, который несколько месяцев находится на рассмотрении в Сенате и отвечает за предоставление постоянной военной поддержки Украине, провалился. Республиканцы, даже если они готовы поддержать Киев и пойти на компромисс в вопросе защиты американских границ, явно уступают клану Дональда Трампа. Байден обвиняет своего главного конкурента в том, что тот ставит собственные политические интересы выше защиты американских границ и судьбы Украины и Европы. И словно почувствовав момент слабости Запада, сегодня российская армия произвела массированный ракетный обстрел Украины. Около 7 утра российские ракеты атаковали Киев. В результате чего в Голосеевском районе столицы загорелся жилой дом. Некоторые жители в этот момент находились в укрытиях. Мама была в метро, вышла из метро и сказали, что горит. Дуже сильный дым и зараз горит ее будинок. Людям оставалось лишь наблюдать за тем, как горит их жилье. Чтобы они поздыхали все, кацапы. Ночью с российских аэродромов взлетало такое количество бомбардировщиков с ракетами на борту, что поляки подняли в воздух свои истребители. А глава дипломатии ЕС Боррель, который в настоящее время находится с визитом в Киеве, как и многие украинцы, провел утро в бомбоубежище. В половину пятого ранка, на пятый пятый, мы начали собираться, ну и пришли сюда, в метро. Ракеты унесли жизнь по меньшей мере двух человек. Десятки получили ранения, а некоторые районы города остались без электричества. Похоже, что под удар попали и стратегические объекты. И ракетный террор коснулся не только Киева. Запрограммированные ракеты также летали над Западной и Южной Украиной, постоянно меняя траекторию полета. Не все из них были сбиты. Из 64 ракет и беспилотников было уничтожено 44 цели. Чую бабах. Я за кровать легла, и оно все на меня посыпалось. Я гул таки ууууууууууу, а потом дивлюсь, а тут горит все. Тем временем президент США Джо Байден с нескрываемым гневом и негодованием объявил, что многомесячные переговоры о сохранении военной поддержки Украины пошли прахом. Почему? По простой причине. Дональд Трамп. Потому что Трамп считает, что это нанесет ему политический ущерб. Соглашение, увязывающее военную помощь Украине с защитой американской границы, столь важное для республиканцев, не сдвинулось с места даже в Сенате, с лидерами которого Байден вел переговоры о компромиссе. За последние сутки, насколько я знаю, Трамп только и делал, что разговаривал с республиканцами в Палате представителей и Сенате. Он угрожал и запугивал их, чтобы они проголосовали против этого предложения. Очевидно, что те республиканцы, которые готовы пойти на компромисс, уступают Трампу и его клану. Трамп и республиканцы сказали нет, потому что они его боятся. Они боятся Трампа. Каждый день с сегодняшнего дня и до ноября американцы будут знать, что единственная причина, по которой граница не охраняется, это Дональд Трамп. Эксперты говорят, что Байден действительно звучит драматично, потому что он находится в тупике. Он не может найти способ обуздать путинский террор в Европе. Через месяц ученики предпоследних классов начнут проходить промежуточные проверки, от которых будет зависеть их оценка в аттестате зрелости. Они смогут авансом набрать до 40 баллов для заключительного экзамена. Остальные 60 придется зарабатывать в 12 классе. Но хотя организаторы проверок заверяют, что учащиеся к ним готовы, педагоги хватаются за голову и просят отложить этот эксперимент. Ученики предпоследнего класса в Вильнюсской христианской гимназии сосредоточены на уроке литовской литературы. Остается около месяца до промежуточных проверок, своего рода полуэкзаменов, на которых они смогут набрать до 40 баллов для своего аттестата зрелости. «Лично мне очень сложно готовиться, ведь неизвестно, что именно тебе понадобится. Пробуешь что-то читать, но ничего не понимаешь. А на обсуждение текста у нас 20 минут. Мы только два урока к этому готовились. Страшно, будет шок». За промежуточные проверки и экзамены отвечает Национальное агентство по образованию. Там утверждают, что тестирование нового формата будет полезным для старшеклассников. «Было замечено, что в предпоследних классах гимназии ученики порой расслабляются, ведут студенческий образ жизни и перестают учиться. Поэтому последовательное и непрерывное обучение очень важно». Однако некоторые учителя в несерьезном подходе обвиняют самих сотрудников агентства. Дескать, учащиеся к новым проверкам не готовы и от них лишь пострадают. «Я называю это едва не экспериментом, с почти неконтролируемыми условиями. Мы начали двигаться к цели, запрыгнув в поезд без четкой карты и билета. Где та конечная остановка, на которой мы должны сойти?» С замечаниями по поводу подготовки к промежуточным проверкам к организаторам экзаменов обратились уже более 700 учителей. Они сетуют, что нет утвержденных оценочных норм, которые дали бы понять, чему учить детей. «Ученики постоянно спрашивают, а я не могу сказать им, как готовиться и что именно учить. Телега катится впереди лошади. Нужно было начинать с начальных классов и только потом переходить к проверкам в средней школе». Негодуют и учителя истории. По их словам, чиновники так изменили программу, что всего выучить попросту невозможно. Хотя прошла уже половина учебного года, некоторые педагоги преодолели лишь треть курса. Чиновники парируют, что времени было отведено предостаточно. «Думаю, что для учителей истории это и вопрос планирования. Надо выстроить уроки так, чтобы все успеть». На проверке ученикам придется писать сочинения по истории, чего раньше они никогда не делали. Педагоги хватаются за голову и говорят, что сейчас даже не знают, как этому научить. «Не хватает базовых учебников. Мы заканчиваем первую часть 11 класса, а второй книги все еще нет». «Никто не отменял учебники, которые были раньше. Они все еще действительны». Учителя просят отложить промежуточные проверки хотя бы на год, но организаторы непоколебимы. «Мы же пришли к согласию, что проверки необходимы. И руководство школ, и учителя, и родители все поддержали эту идею, приняли решение. Поэтому мы это делаем и сделаем». «Все это воплощается при очень неохотном сотрудничестве с надменными распоряжениями и без желания облегчить учителю жизни». Ученик сможет сдавать на аттестат зрелости, только если он прошел промежуточную проверку, пусть даже на 0 баллов. Если же учащийся наберет за промежуточное тестирование не менее 35 баллов, то ему будет гарантирован зачет на заключительном экзамене». В Клайпиде представители культуры недовольны новыми городскими властями. Все потому, что они внесли различные изменения, так как ранее деньги в эту сферу якобы выделялись путем закулисных сделок. Культурное сообщество возмущено тем, что отныне новый мэр будет едва ли не самостоятельно решать, какие спектакли или фестивали получат государственное финансирование. Десятки представителей клайпидской интеллигенции пришли на встречу с министром культуры Симоносом Кайрисом. Люди обратились к политику за помощью, заявив, что новые власти портового города разрушают культурную среду. Сейчас Клайпида тратит на эту сферу 8 миллионов евро в год. Это почти 3% городского бюджета. В среднем по литовским муниципалитетам этот показатель составляет чуть более 6%. Таким образом, город-порт занимает одно из последних мест в стране по уровню поддержки культуры. И то, что мы услышали от вице-мэра, говорит о том, что в культурной политике происходят фундаментальные изменения и что массовое мероприятие становится приоритетом. И это я не знаю, сколько шагов назад. Одним словом, разрушить культуру очень легко, а вот восстановить ее крайне сложно. Новое руководство Клайпиды пересмотрело процедуру оценки заявок на финансирование. До сих пор их оценивали тайные эксперты. Большинство из них являются представителями различных областей культуры. Теперь эксперты станут публичными и чиновники будут рекомендовать, какие именно проекты достойны финансирования. Все эксперты в подавляющем большинстве являются работниками бюджетных учреждений Клайпидского городского самоуправления и несколько муниципальных и государственных служащих. Городские власти также изменили состав комиссии, которая решает, сколько и куда выделить денег, основываясь на экспертной оценке. В эту группу приглашается только один негосударственный деятель, а затем шесть человек будут делегированы самим мэром, один из которых – представитель от общественных организаций, один от бюджетных органов. Всего шесть делегатов. Представители Клайпидского самоуправления объясняют, что изменения просто необходимы. В комитетах по распределению денег сидели те же люди, которые выделяли сотни тысяч евро своим друзьям. Теперь же те же восемь миллионов евро будут честно перераспределены между представителями сферы. И хотя при разделении на большее количество траншей суммы будут меньше, впредь они не достанутся тем самым культурным игрокам, которые якобы постоянно выигрывают конкурсы. Один из них – театр танца «Шейко». Он известен не только в Литве, но и за рубежом. «Если не копать глубже, кажется, что одни и те же люди снова и снова получают средства. И дело не в том, что делает тот или иной человек. Мы ведь пишем заявки на стратегическое финансирование. За нами стоит очень много людей. Те, кто здесь работает, кто платит налоги, кто живет, кто покупает квартиры или их арендует». Министр культуры говорит, что с ужасом узнал обо всех этих проблемах. Политик убежден, что если ситуация не изменится, то портовой город окажется на задворках культурной периферии не только в Литве, но и на международном уровне. «Когда будет выбрана новая культурная столица Европы. Мы видели, как хорошо выступил Каунас. Мы помним, как хорошо Клайпеда конкурировала с Каунасом. И это красный флаг и сигнал от нас, что если все пойдет так, как идет сейчас, Клайпеда просто не будет подавать заявку». Представители муниципалитета объясняют, что они общаются с работниками культуры и проговаривают им все изменения. Однако на встречу с министром их не пригласили. И они узнали об этом событии только из Фейсбук. Более 12 миллионов евро. На такую сумму мошенники обманули людей в прошлом году, используя фальшивые СМС-сообщения, рекламу в Фейсбук и электронные письма. Преступники часто используют лица известных людей, певцов, спортсменов, выдавая себя за них и предлагая людям инвестировать деньги на различных платформах, созданных для опустошения счетов доверчивых жителей. Легенда литовского футбола Дэвидас Шемберас с недавних пор знаменит благодаря не только спортивным заслугам, но и интернет-мошенникам, которые распространяли фальшивые сообщения, подобные этим. Узнайте секрет моего дохода после того, как я бросил спорт, как обеспечить хорошую жизнь своей семье. Недавно как раз появилась такая платформа, якобы для заработка денег, где мошенники предлагают быстро заработать. Мошенниками было использовано мое изображение. Сейчас я могу позволить себе больше, чем когда был членом сборной Литвы по футболу. Мошенники пытаются направить людей на фальшивые инвестиционные платформы, где обманным путем вытягивают у людей деньги. Некоторые люди думают, что это делаю я. Это точно не я. И я не думаю, что другие люди из публичной сферы занимаются подобным. Всем нам нужно быть бдительными. После упомянутого мной инцидента со мной связался мой хороший друг и спросил, действительно ли я вкладываю туда деньги. Это выглядит очень привлекательно. Я ответил ему, что определенно нет, что мошенники пытаются быстро заработать. По данным организации DeBank.org, занимающейся проверкой фактов, мошенники также используют имена других литовских знаменитостей, например, певца Марионаса Микотавичуса. Марионас Микотавичус говорит, что сам хотел опробовать новую платформу миллиардера. Лицо Марионаса Микотавичуса активно использовалось в течение января. В общей сложности, по нашим оценкам, в январе было около 400 объявлений с лицом Марионаса в различных публикациях. Сегодня трагически погиб Марионас Микотавичус. Утренняя новость потрясла всех литовцев. Эксперты насчитывают тысячи таких мошеннических сообщений в год. Люди могут потерять на таких сообщениях тысячи, десятки тысяч. Есть примеры, когда люди теряли до 300 тысяч евро, вложив свои сбережения. Мы наблюдаем жертв мошенников, которые обращаются через некоторое время после инцидента. Они инвестировали на непонятных платформах около полугода назад. В некоторых случаях они даже получали какую-то прибыль, думали, что смогут заработать. Затем удваивали или утраивали вложенную сумму. Пока, наконец, в течение шести месяцев человек не осознал, что потерял десятки тысяч евро. Помимо использования известных лиц, преступники также выдают себя за представителей власти и пытаются получать конфиденциальную информацию у людей с помощью смс-сообщений, подобных этому. Вы получили новое сообщение с личным кодом. Чтобы прочитать его, войдите сюда. По оценкам Центра по предотвращению отмывания денег, в прошлом году мошенники, используя аналогичные методы, обчистили банковские счета на сумму более чем 12 миллионов евро, из которых 900 тысяч евро были возвращены потерпевшим. Общий ущерб превысил 11 миллионов евро. Потери были бы еще больше, если бы не усилия финансовых учреждений, банков по пресечению подозрительных переводов. В прошлом году благодаря этому более 7 миллионов евро не ушли со счетов и не попали к мошенникам. Фишинг, другими словами, рассылка ссылок по смс-со электронной почте – это по-прежнему самый популярный метод. На него приходится более 50% всех случаев, что вызывает беспокойство, так как это двойной скачок случаев в сфере инвестиционного мошенничества. И когда речь заходит именно об этом методе мошенничества, необходимо понимать, что средняя потерянная сумма также намного выше. В прошлом году Центр по предотвращению отмывания денег зарегистрировал более полутора тысяч случаев инвестиционного мошенничества, ущерб от которых составил почти 5 миллионов евро. В среднем жертва теряла 3000 евро. В прошлом году было больше случаев фишинга, но средний ущерб здесь в 10 раз меньше, чем при инвестиционном мошенничестве, и составляет 300 евро. Мошенники втягивают в психологические игры и наивно думают, что меня больше не коснется мошенничества. Все мы можем стать его жертвами. Эксперты отмечают, что мошенничество, побуждающее людей инвестировать деньги, и мошенничество с помощью СМС растет. По данным Центра по предотвращению отмывания денег, за 23-й год число таких случаев превысило 10 тысяч. Жители Неринги разрабатывают уникальную систему для владельцев яхт, катеров и других плавсредств. Отныне оплачивать свои стоянки в Ниде можно будет с помощью специального приложения, аналога паркоматов. Ровно так же, как и с автомобилями. До сих пор эти процедуры были бумажными и бюрократическими. Однако любители путешествий по воде стремятся улучшить инфраструктуру и получить в свое распоряжение дополнительные причалы. Яхты и моторные лодки уже не помещаются в Ниде. Так выглядит гавань Ниды зимой, но уже сейчас владельцы яхт и катеров вовсю готовятся к теплому сезону. Власти курорта придумали новшества. Плавсредства, пришвартованные здесь, можно будет оплачивать на парковочном счетчике или с помощью специального приложения, как на автостоянке. Потому что сейчас, чтобы держать корабль, даже если он стоит здесь, все должны идти в определенный офис, заключать контракт, чтобы заплатить те же деньги. Власти Неринги обещают, что цены останутся неизменными. Сейчас, в зависимости от размера суд, наша вортовка стоит от 20 до 50 евро за ночь и от 180 до 350 евро в месяц. Все эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры гавань Ниды, как это было до сих пор. «Мы возвращаем все средства в развитие причалов. Денег со сборов недостаточно. Думаю, так будет и в будущем. Летний сезон длится недолго, поэтому средства должны поступать из других мест, чтобы порт выглядел привлекательно». Сейчас любители водных путешествий платят около 120 тысяч евро в год за место для яхты. По словам чиновников, этого хватает только на поддержание пристани. На остальное денег не хватает. Эти понтоны, например, обошлись бюджету почти в полмиллиона евро. Поэтому некоторые собственники плавсредства соглашаются, что цены могут быть даже немного повышены. Тем более, что нынешняя инфраструктура не соответствует современным требованиям. «Это то же самое, как и с железнодорожной европейской веткой, которую не могут построить уже 30 лет. Пристани в Литве в плачевном состоянии весь период независимости». Гавань в Йоткранте обойдется в 11 миллионов евро. Это необходимо, говорят ехтсмены. В Ниде плавсредства уже просто не помещаются. «В этой гавани чуть больше 120 причалов, в то время как в Литве только яхт более тысячи». Из-за конкуренции за места, то и дело вспыхивают конфликты. «Возможно, это решение, которое поможет и снимет напряжение. Вопрос швартовки для членов сообщества чрезвычайно важен и актуален». Кроме того, теперь яхтсмены смогут забронировать свои места у причала, приехав лично или позвонив на вахту. «По ночам не работает, но те, кто планирует прибытие, могут попытаться дозвониться и узнать, есть ли места, можно ли приехать и какие здесь цены». Новая система парковки в Ниде, вероятно, поможет решить эту проблему. Хотя для яхт, которые заходят сюда ежедневно, будет оставлено определенное количество мест. Остальные смогут бронировать их заранее в любое время суток. Система будет показывать количество свободных мест в режиме реального времени. «Смотришь, какие места свободные – оплачиваешь. А когда прибываешь, тебя оно точно ждет». Если эта система окажется успешной, ее можно будет адаптировать и для нужд других городков, которые выходят на залив или реки. «И, конечно, о погоде. Куда же без нее? Здравствуйте, Наглис!» «Здравствуйте, Евгений! Дамы и господа, здравствуйте!» «Вот, смотрите, говорю, куда же без нее, без погоды? А погоды-то нет, мягко говоря. Рассказывайте, что есть, что будет?» «А сегодня такой серый день. Были осадки, был снег, но немного. Были и прояснения тоже немного. Вот как у нас? Небо серое, но с дырками. Смотрим на Жемейтию. Здесь главное отличие от вчерашнего вида – это то, что вчера здесь была зеленела трава, а сегодня поля белые. Значит, был снег. И побережье Клепеда – простая серая тепловатая погода. Смотрим дальше. Из севера, со стороны, вот из севера на юг опускается холодный воздух. Вот раздел – это полоса облачная. Это раздел. Севернее воздух холодный, и чем севернее, тем холоднее, а южнее – теплая воздушная масса. Ну, и все пространство покрыто облаками, прояснений очень немного. Здесь даже видно физически, как опускается холод и выдавливает более теплую погоду все дальше и дальше на юг. Этот холод, скорее всего, в ближайшие дни отступит, но завтра – это так. Литва. Этой ночью преобладать будет облачная погода с небольшими прояснениями, и снега почти не будет свежего. Завтра днем прогнозируется снег на западе и на севере, в остальной части Литвы – нет. Ну, и будет просто такой серый, холодноватый день. Температура. Этой ночью похолодает очень неравномерно. На северо-востоке будет до 10-12, если там прояснения будут, то, может быть, даже до 15 градусов мороза. Преобладать будет там 5-7 мороза, а на юге и на западе – до 3-5 мороза. Завтра днем от нуля до трех мороза, на побережье моря – до 2 тепла. Пятница. Ожидаем немножко снега, ночью днем меньше, и температура похожая, неравномерная. Ночью около 5-7 мороза, на востоке – до 10-12, на западе, на побережье – совсем немного. И днем небольшой холодок, и около моря – небольшое тепло. В субботу усилится такой очень неприятный восточный ветер, он такой пронизывающий. И снега будет только на юге-юго-западе. Днем может быть и снег, и мокрый снег. В остальной части Литвы – нет. В общем и целом, можно сказать, что зимняя погода сохраняется, и пока что о весне, как таковой, говорить слишком рано. Пока что будут еще все удовольствия зимы. Удовольствия зимы. Ну, а будем ждать и весенних радостей. Спасибо, Наглис. Друзья, на сегодня все. Спасибо, что смотрите нас. Это были новости ТВ3+. Если вдруг вы видите это видео в Ютубе где-нибудь, то тогда ставите лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Нам ваша поддержка там в Ютубе весьма пригодится. Ну что ж, на сегодня все. Доброго вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин